И снова всем привет, друзья! С вами канал Android Software. В сегодняшнем видео хочу вам рассказать о том, как можно переименовать приложение. То есть на примере двух приложений, AIDA64 и Яндекс.Метро, я сейчас вам все продемонстрирую. Для того, чтобы изменить название приложений, мы будем использовать приложение под названием APK Editor. Ссылку на данное приложение вы, как всегда, найдете под данным видео. Итак, давайте запустим данное приложение. Далее, здесь нам предлагают выбрать файл APK или выбрать установленный APK. В принципе, если у вас есть просто установочный файл, то выбирайте файл APK. А если у вас программка уже установлена и вы хотите ее переименовать, то выбирайте вот этот второй пункт, что мы с вами и делаем. И далее здесь мы выберем, давайте, наше приложение AIDA64. То есть вот оно. И что еще хочу сказать, вот здесь если нажать на три точечки, можно выбрать системное приложение. Также изменять или пользовательские. То есть здесь на три точки выбирайте то, что вам нужно. Так, вот наше приложение AIDA64. Кликаем на него. Далее здесь выбираем общее редактирование. И здесь название приложения. И меняем на то, которое мы хотим. Можно написать на английском, можно написать на русском. Абсолютно как угодно. Так, давайте напишем на русском. AIDA. И жмем сохранить. После этого немного ожидаем. И жмем кнопку установить. Еще раз установить. Идет у нас переустановка приложения. При этом данные не теряются. То есть все сохраняется в первозданном виде. Меняется только название приложения. То есть вот AIDA уже. Переходим обратно. И как вы видите, здесь у нас приложение переименовалось. И теперь оно у нас называется AIDA на русском языке. Так, теперь давайте переименуем Яндекс.Метро. Здесь немного будет все по-другому. Чуть-чуть сложнее. Это мы все закрываем. Закрываем. Далее выберите установочный файл АПК. Так, здесь можно ввести название нашего приложения. Это у нас Яндекс.Метро. Яндекс.Искать. Вот Яндекс.Метро. Далее опять же выбираем общее редактирование. И как-нибудь давайте переименуем его. Давайте попробуем на английском просто написать Метро. Метро. И жмем Сохранить. У нас идет выполнение. Так, все готово у нас. Смотрите, ребят, вот здесь даже написано. Приложение уже установлено. Возможно, потребуется удалить его перед установкой модифицированного АПК. То есть, мы сейчас, смотрите, жмем Установить. Установить. И сейчас у нас, в принципе, должна произойти ошибка. То есть, приложение у нас сейчас не установится. Видите, приложение не установлено. Что же делать в этом случае? Жмем Готово. Далее здесь ничего не трогаем. Просто смахиваем. Переходим на рабочий стол. Здесь наше приложение Яндекс.Метро. Удаляем. Удаляем его. Жмем Удалить. Переходим обратно в АПК Эдитер. И жмем кнопку Установить. Еще раз Установить. Идет у нас установка уже. Все, ребят. Смахиваем на рабочий стол. И приложение у нас переименовано. То есть, вот Метро. И на этом все. Все сработало без всяких проблем. Как вы сами видели. Давайте запустим. Вон, ради интереса Аида. То есть, программки остались работоспособные. Работают без всяких проблем. Дайте, пока не будем ничего им разрешать. То есть, все работает. Если данное видео было вам полезно. Поставьте лайк. Если у вас так же все получилось, как у меня. Напишите об этом в комментариях. А я на этом с вами прощаюсь. И всем до новых встреч.